Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня великий для России день, День Победы. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Слова поздравлений главей жителям Карачаева-Черкесии адресовал президент России Владимир Путин, председатель российского правительства Михаил Мишустин и другие официальные лица. В Черкесске традиционно на Центральной площади прошел Парад Победы. Репортаж Артур Мкце. Более 46 тысяч жителей Карачаева-Черкесии в середине прошлого века сражались за родину и освобождали от фашизма нашу страну и часть Европы. Вряд ли найдется в республике семья, чьи родные не внесли бы посильный вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Перед началом парада в Черкесске можно было увидеть как героев прошлых лет, так и тех, кто отстаивает российские рубежи в настоящее время. Праздник правильно определили. Это радость со слезами на глазах. Это действительно тяжело праздновать, но и в то же время чувство победы, чувство гордости за Россию, за свою родину, за доблесть наших бывших, но и нынешних советских людей. Мы сейчас приходим на этот праздник с радостью и радуемся тому, что Родина выстояла и смогла победить фашизм. Но помимо радости, лично у меня еще и присутствует печаль. Печаль за людей, которые ушли, людей, которые пожертвовали собой. И самое главное, помнить нужно об этом, что миллионы советских граждан пожертвовали собой ради того, чтобы мы с вами сейчас стояли здесь. Ради того, чтобы жила и процветала наша страна, наша республика. В каждой звучащей из динамиков ноти, в каждом взгляде участников парада торжественность. Искренние улыбки, праздничное настроение передавались каждому, кто находился в шеренгах или среди зрителей. Поздравляя всех с 79-й годовщиной знаменательного события, глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов отметил значимость той победы для становления и развития Отечества, для мирной жизни многих поколений граждан нашего государства. 79 лет назад, в День Победы, народу Советского Союза писали золотыми буквами свои имена в великую летопись нашего государства. Советские солдаты совершили невозможное. Выкопив наты противника, развернув ход событий войны в противоположную сторону, освободив половину Европы, наших народовщиков разгромили фашистскую Германию и одержали спецоговорочного позида. Каждый из нас должен знать и помнить, насколько героическими и доблещими были заслуги наших ветеранов, участников войны, тружеников тыла. Со сцены жители республики поздравили представителей разных поколений, которых объединяют любовь к родине, желание видеть ее сильной и благополучной, с мирным небом над головой. Ну а далее перед собравшимися торжественным маршем прошли сотрудники силовых ведомств экстренного реагирования патриотических общественных образовательных организаций. Несмотря на различия в форме одежды, возрасте участников парада, складывалось впечатление, что это единый большой коллектив, чеканящий на площади шаг, гордо несущий знамена страны, за прошлое которой испытываешь гордость, светлое будущее которой хочется искренне верить. 9 мая, я считаю, что это самый главный праздник нашего государства. Не только нашего государства, но и мира, потому что в этот день капитулировал фашизм, нацизм. К сожалению, сложилось таким образом, что сегодня нацизм поднял свою голову, и мы вынуждены опять защищаться от нацизма, от фашизма. Очень хочется, чтобы вот эта борьба, которая идет сегодня, специальная военная операция, чтобы она побыстрее завершилась победой нашего государства, в чем я абсолютно не сомневаюсь. Артур Макцель и Востанов Олег Молхожев, Вести Карачао-Черкесия. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов вместе с сыном возложил цветы и венки к Вечному огню на Аллее Героев и Мемориалу памяти воинам. В торжественной церемонии также приняли участие спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, глава администрации Мурат Озов, мэр Черкеска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Было отмечено, что сегодня с глубокой благодарностью и уважением все вспоминают тех, кто погиб в годы войны. Благодаря их мужеству и любви к Отечеству удалось победить, а сегодня дело поколения победителей продолжают наши доблестные войны. По завершению парада победы жители и гости столицы направились к Аллее Героев. День, дань памяти, подвигу советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками – особая традиционная церемония. Гости и жители Черкеска разных поколений, семьи с детьми и внуками, руководители министерств, ведомств, коллективы организаций и предприятий, ветераны, юнормейцы, учащиеся разных школ и вузов пришли в Парк Победы. Они почтили память погибших за родину защитников Отечества. Затем возложили цветы и венки к монументам, обелискам и мемориалу «Огонь вечной славы». Здесь установлены бюсты Героев Советского Союза – России, которые в разные годы порою ценой собственной жизни защищали страну от врага и благодаря которым сегодня все живут под мирным небом. Это великий праздник, который объединяет не только все народы Российской Федерации, объединяет не только все бывшие республики СССР, но и, конечно, объединяет весь мир. Искренне со своей стороны желаю Карачаево-Черкесии, нашей Великой России, мирного неба над головой, дальнейшего процветания и дальнейшего социально-экономического развития. Всех наших земляков поздравляю с этим замечательным праздником, с этим важным днем, который особенно важен сегодня, когда нам важно, чтобы люди были едины, народ был един. И это один из тех праздников, один из тех дней, которые крепит это единство. Поэтому всех с праздником. Для меня лично это очень значимый праздник. Мы всей семьей ходим на празднование Дня Победы. Вот рядом мой отец стоит. Мы гордимся том, что мы сломили фашистскую нечисть, то, что сейчас можно спокойно ходить в школу, заниматься любимыми делами. Карачаево-Черкесия, как и все регионы России, присоединилась к любимой всеми нами патриотической акции «Бессмертный полк», в которой принимают участие миллионы наших соотечественников. «Бессмертный полк» – это не просто фотографии наших отцов, дедов и прадедов. Это прежде всего символ преемственности поколений и увековечения памяти победителей в каждой семье. Наш долг – сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, о подвиге советского солдата. Жители Карачаева-Черкесии, как всегда, приняли активное участие в различных форматах акций «Бессмертный полк», присоединившись к онлайн-шествию, флешмобу в соцсетях, а также выставляя фото своих героических предков на автомобилях и окнах домов. Память о бессмертном подвиге отцов, их жизнь, как пример ратного и трудового служения нашей малой родине. Карачаева-Черкесии и Россия в целом будет храниться вечно. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 10, в горах до 5 градусов выше нуля, а днем 12-17 градусов тепла и местами до плюс 8. В Черкесии кратковременный дождь, ветер восточный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, а днем 13-15 градусов тепла. Сегодня искренние поздравления от главы и жителей Карачева-Черкесии с Днем Победы получили ветераны Великой Отечественной войны из подшефного Старобельского района Луганской Народной Республики. С подарками и теплыми пожеланиями к фронтовикам приехал заместитель министра цифрового развития Карачева-Черкесии Константин Андропов. Люди, которыми безмерно гордится вся страна, перед которыми все в неоплатном долгу, встретили гостей очень радушно. Они, как никто другой, знают ценность жизни и сохранили доброту в сердце на долгие годы. Гордимся каждым нашим дорогим ветеранам, где бы они ни проживали. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, отметил глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов. Война войной, а обед по расписанию. Полевая кухня – это такой же символ победы, как Т-34 или легендарная «Катюша». От бесперебойной работы полевой кухни напрямую зависела боеспособность армии. Поэтому фронтовые повара почитались особенно, и они находили возможность накормить солдат вкусно и сытно даже в местах ожесточенных боев. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске сегодня также угощали солдатской кашей. Мадина Каракетова попробовала. Вот она, та самая военная кухня. В этом году ее выставили в качестве экспоната. А солдатскую кашу подвозили уже в готовом виде к установленной здесь же палатке. В ожидании угощения горожане распевают военные песни. День победы! День победы! День победы! Молодцы! Ура! Очередь за солдатской кашей немаленькая. Все хотят ощутить вкус того самого угощения. Каша у нас, конечно, вкусная. Приготовлена по солдатскому рецепту. Гречневая каша с тушенкой. Очень много пришло сегодня желающих. Как и всегда, надеемся, что горожанам понравится наша каша. Каше полагается чай, который оказался очень кстати в промозглую погоду, которую выдалась в этом году 9 мая. Кстати, тоже как тогда, в войну. С добавлением травок и веточек. Угощались с удовольствием. Отличная! Самая лучшая! Самая вкусная! Очень-очень вкусная! Дома такую не приготовишь! А что вкусно? Пропитана вот этой вот всей атмосферой. Победа! Победа! Очень вкусная! С победой! Мы победили! С праздником! Чувствуется, что она приготовлена с частичкой любви, с душой. Спасибо огромное! Чай очень вкусный! Самая вкусная каша в жизни! Совсем другая. Она явно солдатская. Она прям военная. Очень приятная. Очень рады, что так угощают. Классно! Сейчас это традиция как бы поесть эту кашу, вспомнить наших воинов, которые спасли нашу жизнь, жизнь детей наших и дали нам вот эту радость жизни. Мы всем им обязаны. Всем-всем-всем, что у нас есть. Очень интересная история военной кухни. Она берет начало еще с русско-турецкой войны, когда готовили на привалах. Но по-настоящему полевую кухню начали использовать после 80-х годов 19 века. Автором изобретения был Антон Турчанович, который предложил проект полевой кухни на колесах, на который одновременно можно было приготовить несколько блюд и кипятить воду не только во время привала, но и на ходу. Эти кухни использовались и в годы Великой Отечественной войны, а повара были на особым счету. Они, несмотря на ограниченные, а где-то и скутные запасы продуктов, умели накормить измученных солдат вкусно и сытно, и даже разнообразно при наличии фантазии и поварского мастерства. Сопровождался солдатский привал концертной программой. Такой праздник, наиболее такие сильные чувства присутствуют. И хочется петь именно про героизм наших прадедов, наших отцов, дедов. И хочется посвящать песни именно им. Потому что это такая сильная память, и она должна сохраняться, несмотря на то, что поколения меняются. Песни также помогали побеждать. Авторы воспевали родину, мужество и отвагу, боевое братство, отражали происходившие на фронте события. Питали дух солдат и тружеников тыла, мотивировали, давали силы. Песни военных лет вдохновляют и сегодня, вызывают чувство гордости за свою страну, своих героев. И даже самые маленькие жители Черкеска подхватывали всеобщее настроение. Сила России в единстве, в бережном отношении к своей истории, умении чтить героев и в истинном патриотизме, говорили горожане. И благодарили ветеранов Великой Отечественной войны за победу, за возможность петь, танцевать и смеяться сегодня. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Все телебашни страны включили тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. К традиционной акции присоединилась и Карачаево-Черкесия. Медиафасад телебашни в республике окрасился цветами триколора и георгиевской ленты. Песни военных лет. Они помогали выстоять народу и победить, стали грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу ушли на фронт. Ко Дню Победы руководство и воспитанники Карачаево-Черкесского реабилитационного центра «Надежда» исполнили известную песню у незнакомого поселка на безымянной высоте. Ребята из социального учреждения сняли и клип. Съемки проходили в памятных местах в основном у мемориала музея защитникам перевалов Кавказа. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Праведник». Коллектив ГТРК Карачаево-Черкесия поздравляет всех с праздником Великой Победы Бирного Неба. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин